Осмотр велосипедов – обязательный пункт во время каждого привала. Игорь Болотин увлекается туризмом с самого детства. Единомышленников находит в социальных сетях. Велоэкспедиции принимает участие впервые, однако уже заслужил репутацию опытного механика. Банально залатать колеса всем подряд, багажники починить. Часто бывает, что отламывается стойка багажника – это основная проблема. Нужно его починить. Каким образом? Надо думать. В каждый раз свое. Переключатели ломаются, тоже недавно делали. Там совсем отвалился с мясом. Ну, как бы пока еще серьезных случаев не было. У каждого в команде своя роль. Механики, повара, врачи и даже биологи. Такая система помогает ребятам сплотиться и эффективно работать в команде. По словам Ангелины Бирюковой, она ни разу не пожалела о том, что отправилась в столь долгое путешествие. Старается наслаждаться каждым днем поездки. Если что-то выделить, то вчера на Бугатской косе мы сидели и наблюдали закат. А сегодня мы на ней встретили рассвет. И это было очень красиво. Впервые проект «Кубанская кругосветка» был запущен три года назад. В нем могут участвовать физически подготовленные подростки от 14 до 17 лет. Как отмечают наставники, маршрут имеет первую категорию сложностей и подойдет для новичка. Экспезиция, она туристско-краеведческая. Получается, что за два месяца люди осваивают несколько видов туризма. Во-первых, водный, пешеходный, велосипедный. И плюс, к тому же, они узнают весь край. Получается, мы проезжаем буквально все. Мы можем, ну не то, что можем, мы видим Черноморское побережье, от Тамани, Анапа, Новороссийск, Геленджик до Красной Поляны, Сочи. То есть это все Черное море. Потом мы идем через Кавказский заповедник, то же самое мы видим невероятные красоты, куда обычным людям, можно сказать, тяжело добраться. Мало кто, в принципе, за два месяца может себе позволить посмотреть весь Краснодарский край, какой он может быть. Не только вот точечно, а мы едем на велосипедах, идем пешком, сплавляемся и видим это все ближе и ближе. Проект поддерживает Министерство образования края. В Анапе велосипедисты останавливаются в шестой школе третий год. Душевые, чистая питьевая вода, а также просторные помещения для сна. Ребята с комфортом отдыхают после дороги. Такие привалы запланированы в разных городах. Днем группа в пути не более шести часов, однако этого вполне достаточно, чтобы за два месяца преодолеть две тысячи километров и объехать всю Кубань. Уже к концу августа экспедиция должна вернуться в стартовую точку. В планах организаторов разработать новые туристические маршруты, которые, возможно, выйдут за рамки Краснодарского края. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.